Всем привет дорогие друзья, вы на канале Металик Дени и сегодня мы посмотрим на мой метаотчет патча 11.5 в игре Гвинт и рассмотрим с вами лучшие колоды патча в тировой лестнице, где тир 1 это самые сильные колоды текущего патча, тир 2 чуть послабее и тир 3 еще слабее, но все еще играбельные и часто встречаемые в ладере колоды. Ссылки на все колоды будут в описании под роликом, также будет сделана специальная гугл таблица, возможно по ней вам будет ориентироваться проще, переходите по ней, не забудьте поставить лайки на понравившиеся вам колоды, чтобы я понимал какие колоды вам интересны, какие колоды вам понравились и на какие колоды в дальнейшем делать гайды. Если вы не согласны с расстановкой какой-то колоды, с включением или не включением какой-то определенной карты в колоду, то пишите об этом в комментарии, я обязательно вам отвечу. Я не идеален, я могу ошибаться, это всем нам свойственно, поэтому пишите ваше мнение насчет моего метаотчета, я обязательно почитаю и отвечу вам. Касаемо этого метаотчета, он мне показался очень сложным, в принципе патч сложный, мета разнообразна и это на самом деле большой плюс, а в то же время и минус. Я действительно не знал, что включить на самый верх тировой лестницы и это было прям сложно, поэтому я могу ошибаться, поправляйте меня, я буду, ребят, очень признателен. Все мы не идеальны, все мы допускаем ошибки. Но давайте перейдем уже как раз таки к этому метаотчету. И тир 1 у меня заняла одна колода, это гармония с ширу. К удивлению, эта колода является самой сильной на мой взгляд и самой вариативной. Она проходит многие метовые колоды из-за некоторых своих карт. В первую очередь это символос, который играет с запасными планами и уже прижился с ними. То есть раньше, если тут игрался, например, Ируквак зачастую или, например, какие-то Биг Контроли, даже Игни, помню, был или там Бреген, то теперь стабильно здесь играется символос с запасными планами. Эта карта, этот символос помогает, например, проходить неузвимые отряды, такие как Саския, когда вы играете в Мироре, или, например, Эрланда, который сейчас стал очень даже неплох. Да и, в принципе, символос выдает хорошие статы за короткое время. Что нам еще нужно? Это нам и нужно. Лично я играю со свитком, потому что часто у меня есть проблема ненахождения карт. Вы можете взять сабли, триггернуть вашу гармонию, потому что у вас будет много карт на столе с гармонией, и еще будут карты в руке, это, например, Страж Озеро. В общем, кого-то сильна, я играю на такой сборке. Сборки иногда бывают отличаются, кто-то берет двух шахтеров, кто-то берет одну очистку, кто-то две, кто-то берет одну девочку, кто-то две, но зачастую играются именно вот так вот. И все больше отказываются именно от Коня, именно от УК заберут Зов. Плюс Саския же у нас теперь стала немножко подороже и немножко послабее с новым патчем. И, кстати, из-за этого тоже перестали брать того же Ируквакса, потому что Ируквакс вам всегда призывал Дану, а теперь он может призывать вам Саскию. Это тоже проблема. Все-таки Саскию вы хотите сыграть от руки. И она еще слабенькая теперь стала. Но, опять-таки, даже если то, что Саския стала слабее, это не делает колоду плохой, потому что вы ставите Дану, а Дана качнет Саскию. Саскию вы также можете качнуть Зова Леса, то есть, по сути, вы ничего не потеряли. Чуть-чуть стало хуже по провизии, но, по сути, все также играбельно. Поэтому огромное количество ядов, вариативности, контроля, Ширу. Отыграть от Ширу сложно, вы не знаете, какое на 4, на 3, на 5. Он может быть в руке качаться, не в руке, а Зов Леса. В общем, сложно отыграть этой колоды. Эта колода держит так прям в ежовых рукавицах все метовые деки и спокойно с ними справляется. Переходим к тир 1,5 колодам. И тир 1,5 колоды открывает у нас Накер Палка. Заранее скажу, тир 1,5 это колоды, которые чуть-чуть слабее, чем тир 1. У них есть какие-то нюансы, их, например, как-то изменили, стали они хуже. Но вот как раз-таки это про Накер Палку. Она как раз-таки стала хуже. Из нее ушли аж 2 карты. Это банк, который стал стоить 10 провизий. И, в принципе, все Накеры стали хуже, потому что ушли важные карты. Но Накер Палке это все еще ни почем. И она все еще в тир 1,5 спокойно сидит. Банк и Вальди это была, наверное, единственная прокрутка, которая может вам сыграть Накера. Найти его, потому что у Казбера только отряд, кони рандомные. А вот банк очень стабильный был, и вы спокойно находили и Накеры, и коней, и так далее. Теперь банк стоит 10 провизий. И также стоит плотва 10 провизий. Это большая потеря для Накера. Но Палка продолжает по-прежнему играть. Есть несколько сборок. Лично я взял теперь Короля Рыбака. И играю с ним. То есть он может затапить золотого Накера наверх колоды. Также есть Фолиант Чародея. Некоторые берут его. Но проблема Фолианта Чародея, это если вы все-таки нашли Накера без Фолианта, то Накер может сыграть вам Фолиант. А играть в Фолиант, в какой-то спелл вам не особо хочется. Потому что вы дадите этот Фолиант противнику. Сыграть Накера ок. Но вот когда вы Накером играете его, проблема. Также есть сборки еще с Макси. Кто-то берет Макси, смотрит колоду сверху донизу. Макси вам не гарантирует Накера на топ-деке. Как, например, делает этот Король Рыбак. Но зато вы знаете все положение карт. Ну и стоит оно чуть-чуть дешевле. В общем, выбирайте сами и кладите. Но большинство играют именно на такой сборке. Бывают отказываются от коней. Я видел ставят такие карты, как иногда даже меч берут. Видел сборки, где ставили Азара и Аведа в турнире, например. Видел такую сборку. Кто-то берет и Панталона в деку, чтобы сильнее прокручиваться. И Панталона, и Фриков. Я лично играл с Панталоном, потом поставил Фриков. Фрики неплохие такие. Но, как можете понять, тут еще играет скамбинация с Теядами. Первый раунд вам помогают спокойно забрать эти ребятки. Калоды также отличаются иногда некоторыми бронзовыми картами. То есть, кто-то берет вторую саламандру, ассасина. Кто-то берет второго кулачного бойца. Кто-то больше с полов берет. В общем, у каждого свои сборки. У меня, например, лично такая же. И по-прежнему она продолжает играть довольно-таки неплохо. Причем, есть еще одна такая микрокомбинация. Вы можете Королева Рыбака поставить. Ссетапить себе наверх деки Накера. И, допустим, сыграть коней. Таким образом, Накер придет к вам в руку. Вот такая вот еще есть лайфхак механика, которую можно здесь использовать. Калода по-прежнему актуальна и сильна. Далее у нас 3.5 также поет Лавк Эрланд. Крайне неприятная колода. Я думаю, многие игроки не любят этот храм. Но, как вы можете понять, колода играет сильно. И за короткое время она сетапит себе в колоду очень много статов. С каждым патчем эта колода все ближе, ближе, ближе к тиру. И все ближе, ближе игроков начинают в ней играть. И это, на самом деле, плохо. Потому что колода очень хайрольная. И вам надо найти много золотых карт, которые являются нейтральными. А у вас, как бы, лидер добирает только карты фракционные. Поэтому очень заходозависимая колода. Имеющая, конечно, свои нюансы, свои там какие-то особенности. Но главная фича это именно раскачать мутагенератор. Немножко карты поплыли. Раскачать мутагенератор, ставя отряды в дальний ряд. И спокойно эти статы, так скажем, всосать в Эрланда. И, как бы, эту жирную тушку пройти будет сложно. Причем еще одна есть проблемка. Это то, что перестали ритуал брать в колоды. Раньше с ритуалом ходили белочки. И часто ходили пираты. Всегда ходили пираты. Пиратов сейчас нет. И ритуала тоже нет. Поэтому колоды еще лучше себя чувствуют. Но того же Эрланда, как я говорил, может пройти симлас с доподнями. Либо же ширу. Поэтому вам надо как-то пытаться от этого отыграть. Храм вам спамит очень хорошие карты. Вы будете из них выбирать. И, по сути, за 12 провизий храм вам и прокачает принца. И скрафтит много золотых карт. И лавк у вас такой хайрольный. То есть, можете там переместить что-то, уничтожить что-то. Артефакт убить. Короче, вариативная колода. Надо отказываться уже от таких, на самом деле, механик в игре. Но по-прежнему продолжает играть и выигрывать. И последняя колода в тир полтора у нас порабощение. А порабощение лично у меня вот такая вот сборка. Их также огромное множество существует. Кто-то, например, отказывается от Вильгипорца. Например, ставит карты военный совет, например. Или какой-нибудь... Больше в Ассимиляцию играет. Например, Братан сыграет. Сборок много. Я лично играю на такой. Также отличается иногда бронза. Кто-то больше ставит бронзовых отрядов. Но я предпочитаю играть именно с тремя отрядами. И зачастую это на Узика, Чародейка и Магна. Потому что у вас есть Арториус Виго. Который сотворяет одну из трех карт. Если у вас будет четыре карты, то Арториус будет рандомный. Я против рандома. Поэтому играю с тремя бронзами. И вам могу также посоветовать. Раньше чаще игрались такие карты, как Отравленное Оружие. Потому что было очень много накер сборок. Особенно с Келлиги. Теперь Отравленное Оружие опять ушло отсюда. И лучше играть все-таки в Ассимиляцию и в такой контроль. Добирая отряды сброса противника. Поэтому Отравленное Оружие перестали играть. Стали класть больше вот такие вот. Много разных сборок. Повторюсь, кто-то берет Лжец или кто-то не берет. Кто-то берет Шарлея, кто-то не берет. Сборки разные. Но суть и костяк важных карт один и тот же. Могу вам предложить играть на этой колоде. Дивизия Магнексти помогает добрать Тороса, если вы его не нашли. В первой стадии он уж очень силен. Он, во-первых, сотворяет очень много хороших карт вам в колоду. Это раз. Во-вторых, он делает метки отрядом противника. И уже ваш удар милосердия не будет рандомной. Вы будете по-любому кидать в карту, которая была помечена. Противник обязательно ее вам отдаст. Поэтому колода сильна, неприятна. Торос, как и храм, многим не нравится. Метит много важных карт и качается. То есть его и по статам сложно обогнать и перейдить. И еще и сетапит очень хорошую руку. Плавненько мы переходим к тир-2 колодам. И тир-2 колоды у нас сразу открывают три колоды на чудовищах. Решайте для себя, какая из этих колод сильнее, слабее. Лично я их поставил вот в том порядке, в котором захотел. Я не считаю какую-то из этих колод. Сильнее, слабее, вариативнее. Решайте сами. Начнем мы, пожалуй, с органики. Наверное, это одна из самых новых колод, которые уже второй патч играют. С новыми картами. Самая играбельная, по сути. Но, конечно же, играется она грязно. Потому что, ну, по сути, это абуз. Потому что строится на пару картах колода. Но, опять-таки, есть обходные пути. Можно вспомнить механику, например, с той же Гернихорой. Кровавой госпожой. Но, если Гернихора строится немножко по-другому. Вот тут еще есть и хорошие движки, которые спокойно работают. И финишер, видишь, огницы. То есть, колода более вариативна. И более, более такая, знаете, опциональна, короче. Как играется эта колода? Есть пещерный тролль, это ваш защитник. И есть дитяныши Дорана, я его так называю. Зацензурена. В общем, и есть, конечно, и королева Главоглазов. Которая поедает либо его, либо его. В зависимости от того, против кого вы играете. Если вы играете против лютого контроля, то зачастую вы едите тролля. Чтобы потом призвать несколько защитников. Если вы играете с колодой, которая играет больше в статы свои. То вы будете есть именно инсектоида. Таким образом, вы скрафтите много инсектоидов. Которых призовете в следующий раунд. И это не вся комбинация. У вас есть карта Кикимара Ловчий. Которая очень много поинтов получает. И вам дает их. Вы сетапите Кикимару Ловчего. Сетапите вообще весь стол. На единички. Чтобы там лучше съесть той же жагницы. Вы можете сделать отряды противника единичками. Свои отряды единичками. Много нас память. У вас эта карта постоянно создает рутней. Вы постоянно получаете откуда-то профит. Откуда-то получаете эти статы. И конечно же жагницы ходят на очень много. Поедая и отряды противника и ваши отряды. Много есть разных сборок. Но суть примерно одна и та же. Лично у меня здесь три прокрутки. Это Ани Романтия. Это Королевский Указ. И это Фалян Чародея. Лично я играю именно так. Еще и Шептуха Дань. Которая может сыграть. Что она может сыграть Шабаш Ведьм. Или какой-то спелл. Кто-то иногда берет либо Шепчущий Холм. Либо-либо-либо-либо Альзур Двойной Крест. Но я решил взять книжку. Меня она спасала чуть больше. И по провизии дешевле стоит. Также Биг Контроль в виде Паразита. И Атака с воздуха иногда может сыграть. Против той же Гармонии. В общем. Вот такая вот колода. По сути большинство играет именно на таком. А еще здесь есть Тайный Разум. Кстати говоря. Который дает вам неплохие поинты. И некоторые оппоненты. Могут вам Белкой съесть. Например эту карту. Не подозревая. Что вы призовете. Вот свой главный костяк. На котором строится колода. А также иногда берут место урна теней. Либо Забав. Либо Прокрутить Свиток. Но лично я играю с урна теней. Пусть лишний детеныш Идорана лежит в сбросе. Чем его съест Белка. У меня лично такая логика. В общем такая вот колода. Идем дальше. Следующая колода у нас это Жор. Он же Завещание. Завещание с Дагоном. Уже довольно таки давно. Эта колода играется именно так. И продолжает играться именно так. Видел сборки. Перестали играть. Рандит стали класть. Биг контроли. Это либо Геральт из Ривии. Либо Геральт Игни. Но я по прежнему играю с Рандитом. Уж больно он мне нравится. Да и в плюс статы уйти тут всегда легко. Потому что у вас есть Дагон. У вас есть Кухарка. Это большие поинты. Большая прокрутка. Также из прокрутки у вас есть Королевский Указ. И Шепчащий Холм. И вам желательно разыграть Дагон и Кухарку в первом раунде. Так вы выкручиваете Кухарку. От Дагона метите хорошие карты. И во втором или третьем раунде у вас призывается Дагон. На хорошие статы. Из ниоткуда по сути. Также у вас в сбросе есть Жабы. То есть тут очень много карриовера. Которые переходят вам в следующий раунд. Это Дагон и это Жабы. И в коротеньком раунде Суккубихи могут выиграть игру. А Рандит у вас раскачанный. Который вам может вернуться. То есть колода на большие поинты. Которые сложно контрить. Вот как раз если Рыцарь контрить достаточно легко. То вот именно завещание контрить сложно. Потому что вы его бьете. А ему пофиг. Он только кайфует от этого. Но если например вы играете против какого-нибудь порабощения. То конечно забрать ваши картонки. Там переиграть. Сыграть лучше. Всегда можно. Поэтому ваш страшный. Самый страшный соперник. Это наверное как раз таки порабощение. А такие колоды как. Палка баунти. Как само урон. Вам особо не страшны. Вы действительно можете перегнать вашего оппонента. А мы идем дальше. И последняя колода на чудовищах. Это Мороз. Мороз по прежнему играет хорошо. И даже местами лучше. Например. Вот если брать тот факт. Что Саске стала 3 силы иметь. То опять таки вы Редина можете спокойно пройти. Так как по превосходству вы будете носить уже 3 дни с урона. А не 2. То есть если раньше вы могли как-то пройти ее. То теперь еще больше. Еще лучше. Имеет много контроля. Я лично играю на такой сборке. Мне она нравится больше всего. Уже сколько патча на ней играю. И не меняю ее. Имеет много контроля. Это та же Жаба. Тот же Эмерих Гнев. Который вы будете достаточно рано отдавать. Против той же Гармонии или Рыцарей. Большие Саты с помощью Туманников. С помощью например. Навигатора. Навигатора вы также можете сотворить через Аберона. А переиграть через Красных Всадников. Также у вас Аристократки. Это хорошие. Так скажем. Движки. Которые создают вам дополнительный мороз. Каждый ход. Каждый раз. Когда вы создаете тот самый мороз. В общем. Колода вариативно сильна. Если мы говорим про сородичей по классу. По классу монстров. То колода конечно же не догоняет по статам. Не догоняет по темпу. Но обгоняет по контролю. И это делает колоду плюсовой. Потому что контроль у нее нормальный. Но есть очень много плохих матчапов. Есть хорошие матчапы. Повторюсь. Это может быть какие-нибудь Рубайлы. Это могут быть даже та же Гармония например. Перегнать ее по статам. У вас много покровов. В теории возможно. Но опять-таки если вы беретесь перегонять оверстатовые колоды. То возможно возникнут проблемы. Колода которая патч показывает себя неплохо. И остается на своем уровне. Далее у нас в тир 2 также есть Рыцари. На Рыцарях я играю уже который патч. Именно на такой сборке. Вам советую играть на такой же. В принципе Рыцари. Наверное самая оверстатовая колода. Которая есть сейчас в игре. С минимальным контролем. То есть контроль тут по сути это Каратская Жара. Арандит вас раскачанный. Далее это Споры. Если можно назвать это контролем. Рыцарь из Цинтра. Который может ударить на 2. И просто Рыцарь. Хотя это скорее не контроль. А какая-то скорее защита. Можно обратить там например. Отряд который призвал Собя. И не добил. Отряд там Цири например. Можно вражескую лжет Цири обратить. От Настуя отыграть. От Яда. От наград за голову. В общем много вариаций. В общем вот такая вот колода. Уже играет который патч. Лично я на ней спокойно беру 2500. И останавливаюсь. 2500. Хватит. Все хватит. Дальше можно и на Эрланде поиграть. Колода проходит много хороших матчапов. У него есть много хороших матчапов. Наверное самый плохой матчап. Это как раз таки. Баунти. Наград за голову. Но так как их немножко понерфили. Их стало немножко меньше. И опять таки. Ушли пираты. Из меты. Раньше с пиратами была такая плотная борьба. У пиратов было много контроля. В конце ритуал. В конце компас. Это было больно. Поэтому рыцари должны были стабильно забрать первый раунд. И чтобы пираты что-то не нашли. А это ну как бы рандом. Поэтому сейчас рыцарям еще проще стало. Ритуалов меньше. Контроля меньше. Ядов меньше. Всего меньше. Рыцарам еще проще. Кода сильна. И справедливо занимает тир 2 позиции. В тир 2 у нас также входит баунти. Которая стала играться намного чаще. Из-за того что накер палку понерпили. И спокойно занимает тир 2 позиции. Вместо каратской жары. Иногда берут ублюдка младшего. Могу вам предложить сделать то же самое. Но лично я встречал больше матчапов. Где мне каратская жара была выгоднее. И выручала меня. Если же это каратка в сценарий. Или в какую-то карту места. Например. Мутагенератор. Поэтому меня каратская жара зачастую спасала. И я играю именно с ней. Опять таки. Ублюдок младший играет на преданности. Но карт на преданности у вас тут нет. Как раз таки только сам ублюдок младший. В общем. Как я сказал. Клода стала более популярна. Потому что. От накера все начали отходить. У накера. Накер заходозависимый. Здесь все таки проще с заходом. Да. Здесь меньше прокрутки. Именно выкручивать колоду сложнее. Но у вас есть много карт. Которые добирают нужные карты. Это конечно же банк Вивальди. Который теперь может посмотреть больше карт. В вашей колоде. И конечно же. Октавия Гайл. Которая добирает у вас 3 карты. Изувера, Прохвоза и Игнатия. Фабия в этой колоде нет. В общем колода менее вариативная. Чем накер колода. Но более стабильная. Так как вы добираете. Хорошие важные карты. Здесь также играется градон. Которого в накера часто не кладут. Потому что у вас здесь есть карательница ведьм. Который является хорошим таким движком. Который назначает награду за голову. У сильнейшего отряда. Помогает вам проходить неизвимые карты. Какие-нибудь драконы. Которых можно встретить на 2400. Сове. Которого вы не пройдете. Там не знаю кто еще там. У рыцаря много важных бумажных карт. И конечно же градон обуничтожаете. И усиливаете себя на изначальную силу уничтоженного отряда. В общем. Повторю что колода менее вариативна. Но более стабильна. И сейчас можно встретить даже чаще ее. Чем накер палку. И завершают тир 2. У нас аж 3 колоды скеллиги. И первая колода это свальблот. И я действительно считаю что это сейчас самая сильная колода у скеллиги. Потому что она подстраивается под текущую мету. И может проходить прям тяжелые матчапы. То есть она может и потягаться со статами. С оверстатными там какими-то колодами. И может потягаться с контролем. Потому что она и сама имеет контроль. И контроль ей не так страшен. У них тут много покровов. И много очисток. Гайд на эту колоду выходил. Если вам интересно подробное изучение этой колоды. Можете посмотреть в гайде. Но повторюсь что колода очень такая вариативная. И тягается неплохо так с текущей метой. Следующая колода это Ренфри Звери. У меня многие просили чтобы я заснял гайд на эту колоду. Я что-то как-то отнекивался. Такая достаточно глиняная колода. Если так можно назвать. Которая еще в предыдущем патче. В конце предыдущего патча. Показала себя неплохо. Для многих это было вау открытие. Что это за колода такая. Но к сожалению она в конце тир 2. Не самая сильная колода. Возможно как вау эффект. С той же падшей фламеники. Это да. Это да. Потому что я помню когда первый раз увидел падшую фламенику на 24 в коротком раунде. Я прифигел. У меня действительно не было на это контроля. Не было на это ответа. И выигрывала там в 1, в 2, в 3 стата. Я думаю вы тоже это видели не раз. Причем ее можно поднять через ту же фукусию. И сыграть ее по кругу. Не знаю ребят. Если вы хотите гайд на эту колоду. То пишите. Запишем. Но она проста. Она очень проста. И да ребят. Имба. Стая волков играет в метовой колоде. Да. Да. Почему здесь есть стая волков. Объясняю. У вас есть такая карта как падшая фламеника. Которая усиливает себя на 2 за каждого уникального зверя в вашем сбросе. То есть. Если у вас 2 медведя вот таких разъяренных. То она усилится за 1. Если у вас 1 удильщик. Усилится за 1. Если у вас есть стая волков. То еще усилится. Поэтому это такая неплохая карта. По сути она нужна тупо. Чтобы разгонять падшую фламенику еще сильнее. Сборок на эту колоду есть много разных. Есть сборки с Трис. Есть сборки с Геральтом. Я вставил и Трис. И Геральта. Есть сборки где есть платва. Платва сейчас очень дороговато. Все таки Геральт из-за здесь провизии выглядит круче. И иногда вставят еще Акселя. Но опять таки он друид. Да он делает ворон. Но опять таки вам лучше ворон их сбросить чем на поле. Такая вот колода которая играет в один рядочек. Расставляется под Трис. И Трис все усиляет. Опять таки у вас тут есть Соби. Которую вы отдаете как можно раньше. Чтобы сыграть Ренфри. И спокойно месите. Месите. И еще раз месите. Вот такая вот колода. Опять таки если вы хотите подробный гайд на нее. Пишите ребят. Возможно когда-нибудь выйдет. И последняя колода. Которая закрывает Тир 2. Это набеги. Я даже наверное думал поставить их в Тир 2 с половиной. Уж больно много плохих у них матчапов с каждым сезоном. С каждым патчем. И этот сезон также не исключение. Много колод появилось. Которые стали душить в первом раунде. Потом душить во втором раунде. Что нужно делать набегом? Набегом нужно обязательно найти карты для первого раунда. Это конечно же военачальники. Которых вы можете либо поставить от руки. Либо поставить через вобьерна. Который сыграет эхо карту. А эхо карту у вас кровавый орел. Найти военачальника в 2 в первом раунде. Задача сложная. Лично у меня получается через раз. А если вы найдете 2 военачальников. То во втором раунде вас будет душить. А вас почти всегда будут душить во втором раунде. Большинство колод метовых. Первый раунд играют прям вот прям уф. Это торрес на большие статы. Это гармония с огромным количеством отрядов. Это рыцари которых сложно перегнать в первом раунде. И много других карт за первое что в голову пришло. Поэтому вам первый раунд взять нереально. Почти никогда вы его не возьмете. Но как минимум представить военачальников вам нужно. Начинаете призывать из броса карты по кругу. И бафать их. Для призыва у вас тут есть война кланов. Две штуки вы призываете. Карты с 4 провизиями. Также у вас есть харальд. Который может призывать карту из броса. И фукусия. Этими картами вы призываете карту из броса. И тир их качает на их изначальную силу. Я думаю многие уже видели эту колоду. И она уже не такая страшная как была раньше. Переходим к колодам 2.5. Это колоды которые находятся между 2 и 3. То есть это не совсем плохие колоды. Не совсем хорошие колоды. То есть чего-то им не хватает. Засиделись они. Их надо менять. И у нас открывает гармония. Которая как раз таки вот не относится к ним. Эта гармония наоборот скорее такая расцвела. Так скажем. Потому что Кварексис стала стоить аж 11 провизии. На самом деле карта сильная. И она была 13 провизии. Она была уже сильна. Но теперь она стоит 11 провизии. И она очень сильна. Но опять таки вся комбинация с Кварексис строится на чем. Вы ставите ее в коротком раунде. Под сценарием. Бафаете через вашего лидера. А потом еще можете дану подставить. Но прикол в том что зачастую Кварексис не живет. Ее либо блокируют. Либо уничтожают. Плюс то что в нее летит биг контроль. Это классно. Но минус в том что вы не можете поставить дану. И еще раз ее как-то активировать. Но вам это как будто бы и не нужно. Дану зачастую вы будете реально давать в первом раунде. Чтобы у вас рука качалась. Чтобы Саски была хорошая. И чтобы многие карты были просто раскачаны. Колода играется примерно как та колода на Ширу. Но имеет меньше каких-то аспектов. Меньше каких-то контроля. То есть тут из яда получается только плакучая Ива. И две дриады. Из очистки тут есть Ида. Из блокировки Морен. Колода больше играет в себя. Больше играет в свои статы. И этим она плоха. К сожалению у нас мета контроля и вариативности. Если колода не показывает контроль и вариативность. То к сожалению всего лишь тир 2.5. Но в коротком раунде. Или например если у противника нет контроля. Колода действительно разгоняется до больших статов. И выигрывает этим самым. Далее тир 2.5 у нас лавк порабощения. Я долго думал включать или не включать эту колоду в топы. Гайд на эту колоду также выходил на канале. Колода от одного китайского киберспортсмена. Но часто стала встречаться в ладере. Поэтому я решил ее добавить. Очень много ее еще в предыдущем патче она была. Поэтому решил все-таки ее вставить. Колода играется примерно как обычное порабощение. Но порабощение здесь уже равно 5. Но здесь больше сотворения. Больше хайролла и залавка. У вас тут есть кони. Ян Кальвейт у вас нестабильный. Он может прийти в первом раунде. А может не прийти. Опять таки тут есть комбинация. Такая дополнительная с Мильтоном. С Тангриалем и Лжецири. Очень классная комбинация в коротком раунде. Если у оппонента нет контроля. Если он не обратит или не уничтожит Лжецири. Если он не отыграет от Мильтона. Не заблокирует его. То это очень большие статы. За короткое время. Буквально тремя картами. За 6, 6 и 7 провизии. В общем колода повторюсь вариативна. Уникальна. Ну китайский дэкбилдинг поражает. Поражает. Такая вот колода. Гайд на нее есть на канале. Еще одна колода которая вошла в тир 2.5. Это к сожалению культисты. Как бы вы их ненавидели. К сожалению они играют. И играют очень мощно. Они уже не такие страшные как были раньше. Но своим вот этим вот контролем. Овер статами. Пугают. По сути колода которая играется в 1 или 1.5 раунда. То есть в первом раунде зачастую вы ставите пятерки. Вот эти вот пятерки. Диаконы. Которых вы ставите. И получать прожимать себе приказ в колоду. Чтобы потом можно было активировать сценарий. Намного быстрее. Через Афана. То есть вы Афана пометите. И сценарий сразу активируете через лидера. По сути первый раунд вы зачастую не забираете. Вы его отдаете. Как на беге. Странное сравнение. Во втором раунде вас выпушивают. Выпушивают все что у вас есть. Абсолютно все что у вас есть. Включая сценарий. Но сценарий у вас скорее оверный. По сути сценарий вам дает настои. В вашу колоду. В вашу руку. И так далее. Ну и получается в втором раунде вы даете почти все. Не все. Но почти все. И в третьем раунде вы зачастую будете в плюс карте. И будете отдавать уже какие-нибудь бронзовые карты. Которые будут иметь большие статы. Это ваши иллюзионисты. Это ваши наузики. Это ваши операторы. И так далее. Колода неприятная. Надо ее как-то уже убирать. Не то чтобы из меты. Из ладера в принципе. Как-то ее надо менять. Неприятная колода. От которой тяжело отыграть. Чтобы хотя бы нет немножко контроля. И последняя колода. Которую я включил в тир 2.5. Это рентри солдаты. О ней искать могу мало чего. Потому что колода уже патч наверное не знаю. Ну десятый может даже. Играет примерно как она играется. Ничего нового. Трагран. Трагран сильная карта. К сожалению. Колода мерзкая. Ну Трагран самое место быть здесь. Ну лично у меня здесь нет какого-то слота. На 8. Возможно Вивиена. Возможно. Может даже Панталон. Возможно повторюсь. Но Трагран насколько бы мерзкой и глиняной карты не был. Действительно. Сильная токсичная карта. Которая здесь место. Вот. Опять таки разведчики. Синергируют с Траграном. Можно посмотреть какую-то карту. И отправить ее в сброс. Прокачаться от нее. И Траграна там кинуть. И что-то удалить. Имеет два бикконтроля. Это Лео Боннард и Вильгепортс. Вместо Лео Боннарда иногда берут Игни. Вам наверное посоветовать могу так же. Потому что Лео бывает вообще не играет. Еще он может уничтожить вражеского ведьмака. Но накер на Цири. Очень мало стало таких колод. Поэтому. Как будто бы Игни даже перспективнее смотрится. Повторю. Что колода уже который патч играет так как игралась. Вот и все. Вот и все. Идем дальше. И Тир 3 у нас открывают Рубайлы. Заметили? Чем дальше чем ниже тем более мерзкие колоды. Я долго искал самую сильную колоду на Рубайлах. И к сожалению самая сильная сборка должна иметь храм. К сожалению. Это действительно так. Мы даже смотрели турниры отборочные от CD Projekt Red. И там был мирор Рубайлов. И победил тот Рубайл у которого был храм. Прям с разрывом победил. Поэтому храм какой бы токсичной карты не была. К сожалению да. Вы створяете очень много хороших золотых карт. И бафаете принца Анси. Который будет иметь воодушевление и бить очень сильно. А здесь есть много прокрутки. Это Аниромантия. Это Авалак который берет у вас много артефактов. Это храм может он взять. Гарнизон. Рыхлый труфель. И флакон с запретным знанием. То есть по прокрутке у вас тут все хорошо. Есть много разных сборок Рубайлов. И четвертый часто у нее меняется. Это филеры. Вот у меня тут стоит например бомба. Эль. Проклятый рыцарь. От какой-то там. Ну как я уже говорил. Обратить какую-то неприятную карту. Или карту с ядом. Покровом. В общем. С ядом. Покровом. С ядом играет за голову. Лазучик может переместить в какой-то отряд. Например свой отряд. Если бы вас переместили. Например. Сейчас много колод играют на перемещении. Метовых. Это Дикая охота. Это. Белочки. То есть могут переместить ваши карты. Поэтому тут также есть еще и Невлин. Который может переместить аж три смертных отрядов в другой ряд на его стороне. Вот. Далее тут есть также ворожей. Белка. Белка может там съесть какую-то эхо карту. Дагона. Что-то. Что лежит в сбросе. Это вот чудовище по большей части. Там инсектоида например. В общем вариативная колода. Повозка. У вас тоже играет классно. По размещению она удаляет бронзовый отряд справа. Затем добавляет стойкость. По приказу она может обратить эту карту в изначальную копию удаленного отряда. То есть вы удаляете отряд например. Это будет разведчик из Рубайла. И во втором раунде например. У вас будет Рубайла на столе. Так как вы прожмете повозку. Вы поставите Рубайлу. И у вас сразу будет два Рубайла. То есть ну короче. Такая вот грязюка. Понерфили немножко Двимериану. Еще в прошлом патче. И теперь она не добавляет рвения. Когда восстанавливает приказ у места. Это делает колоду чуть-чуть слабее. Но не настолько сильно. Чтобы эта колода перестала играть. Поэтому колода остается страшным сном новичка. Которому невозможно поставить карты. Также в Тир 3 у нас отведен Мидрэндж колода. Мидрэндж сборка. Которую можно было увидеть также на турнире. И которая показывает себя очень даже неплохо. Главная проблема этой колоды. Это не заход. Если вы не найдете какие-то определенные карты. В определенный момент. То у вас могут возникнуть проблемы. Здесь есть Ани Романтия. И получается Фолиан Чародея. Ну еще и Макси. Который смотрит вашу колоду сверху Дониса. Много бриков. Это триады страшницы. Это, это, это. Западни. Которых будет у вас тут крайне много. И конечно же в первом раунде вам надо найти сценарий. И в первом раунде вам надо найти Ванадайна. Алисты вы затасовываете западни. Алирон выпрыгивает. Тоже хорошие статы. И Харальд Горд прокачивается на большие повторюсь статы. В общем колода вариативна. Но часто люди на ней проигрывали. Из-за того что не находились Симласа в нужный момент. Или Каратскую Жару. То есть она действительно заходозависимая. Но имеет много контроля. Как можно заметить. Это Каратская Жара. Это Ритуал. Это Меч. Это Подношение. Сами западни. Споры. Красная Мгла. В общем много контроля. Такой вот Мид Рейндж. Мид Рейндж колода. И получается последняя колода. Это Листик. Листик по прежнему занимает позиции Тир 3. Но немножко он изменился. Теперь здесь играет Саски. Саски вы будете играть в Юную Дриаду. По сути 6. Шестерка. Вы создаете двойку. Двойку. Это хоть на 8. И двойка. Вы сыграете Заботу Дриады. На 6. По сути 6 плюс 6. 12. Плюс 2. На 14. 14 за 11. Конечно можно сказать. Что мало. Мало. 14 за 11. Но опять таки. В данном архетипе карта неплоха. Опять таки. У вас тут много очисток. Вряд ли эту карту будет как-то убивать. Уничтожать. Вряд ли. Скорее всего ее заблокируют. Ок. Но у вас тут много карт на очищение. Это в первую очередь Забота Дриады. То есть вы можете очистить Саскию. После этого Саския создаст еще одну очистку. И эти очистки синергируются со многими картами. Это в первую очередь Гамма Дриада. Которая прокачивается от выносливости вдвойне. И Фрейк Синест. Неправильно прочитал его никнейм. Но да ладно. Которому так же вы добавляете выносливость. И это дополнительный баф. Колода побеждает своим сюрпрайз вэлью. Если так можно назвать. То есть она имеет большие статы. Может, может. Даже вот я играл на рыцарах. И немножко переживал. Что-то как-то меня листик догоняет. Догоняет меня листик. Поэтому колода реально интересна. И может удивить. Удивить неопытных игроков. Типа. А, это всего лишь листик. Откуда столько статов? Поэтому колода такая вот необычная. Да, тут есть кстати краснолюд. Потому что я поставил в колоду совет из ингрима. И иногда. Ну он может достать краснолюда. Дриада или эльфа. Иногда у вас стимулс будет в руке. А дриаду вы играть не хотите. Потому что плохая дриада. И краснолюда достать. Ну, вам не составит труда. Тем более, краснолюд играет на 7 за 4. Довольно-таки неплохо. Ну и тир D колода. D, где D это драконы. Я положил вот эту вот сборочку. Колода, очевидно, не сильная. На мету она не претендует. Но есть у нее хороший матчап. И гайд на нее также выходил. А почему вообще эта колода включена в мета-отчет? Это то, как разработчики, ну, хотели бафнуть драконов. К сожалению, в тировую лестницу они не попадают. Но в этом сезоне у нас бафнули драконов. Наслаждайтесь, ребят. Вот. Такие вот драконы. Если вы хотите посмотреть, как играется эта колода, то ссылочка на нее есть в описании. И гайд есть на канале. Ну, к сожалению, шалость не удалась. У колоды есть хороший матчап. Повторюсь. Это, например, какие-нибудь колоды, которые очень сильно бафаются и не имеют контроля. Первое, что приходит в голову, это рыцари или завещание. То есть, в теории, эта колода может их пройти. Потому что, ну, есть вот такой вот дракон. Есть мечи, есть много контроля. В теории можно. Но, повторюсь, что... Большие жирные тушки драконов, они, ну, не прямо чтобы... Они подставляются под биг-контроль. Вот и все. Они подставляются под биг-контроль. Имеют мало каких-то взаимосвязей. Поэтому колода, конечно же... Не то чтобы колода, а архетип сам по себе на драконах слабый. Главная проблема. Вот такой вот получился мета-отчет. Пишите свое мнение о данном патче и мета-отчете в комментариях. Я обязательно почитаю и отвечу вам. Как можете заметить, мета разнообразна. И с уходом, ухудшением накера стало играть намного интереснее. Это факт. Из метовых накер сборок осталась только палка, по сути. Пиратики, к сожалению, не заиграли. Я сколько с ними пытался играть, сколько с ними пытался что-то делать. Не получилось. Неделю на это все потратил. Перешел на зверей. Звери тоже перестали играть. Перешел на самоурон. Все, остался. Да и сами, даже оппоненты перестали брать пиратов. Потому что если они не выигрывают первый раунд, то во втором им делать нечего. Потому что сценарий их не активируется. Компас их не сыграется. Поэтому мета действительно разнообразна. Мне это нравится. И я, если честно, даже немножко кайфую с того, что вижу в текущем ладре. Но опять-таки, пишите, как вам текущий патч. И что думаете по поводу мета-отчета. Вы были на канале Металик Дени. Не забудьте поставить лайки под колодами. Потому что по лайкам я могу оценивать, насколько вам интересны данные колоды. Насколько они сильны, насколько они правильны. И уже по относительно этого делать гайды на понравившиеся вам колоды. Всем удачи, ребят. И увидимся с вами на новых роликах и стримах. Пока.